Волшебник Волк и коза. Русская сказка. Жила-была коза, сделала себе в лесу избушку и нарожала деток. Часто уходила коза в бор искать корму. Только уйдет, козлятки запрут за ней избушку, а сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. — Козлятушки, детятушки, отопритесь и отваритесь. А я коза в бору была, ела траву шелковую, пила воду студеную. Бежит молоко по вымечку, из вымечка в копытечка, из копытечка в сыру землю. Козлятки тотчас отопрут двери и впустят мать. Она покормит их и опять уйдет в бор, а козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк все это подслушал, выждал время и только коза в бор, он подошел к избушке и закричал своим толстым голосом. — Вы, детушки, вы, батюшки, отопритесь и отваритесь, ваша мать пришла, молока принесла, полны копытца водицы. А козлятки отвечают. — Слышим, слышим, не матушкин голос. Наша матушка поет тонким голоском и не так причитает. Волк ушел и спрятался. Вот приходит коза и стучится. — Козлятушки, детятушки, отопритесь, отваритесь, а я коза в бору была, ела траву шелковую, пила воду студеную. Бежит молоко по вымечку, из вымечка в копытечка, из копытечка в сыру землю. Козлятки впустили мать и рассказали ей, как приходил к ним берег и хотел их поесть. Коза покормила их и, уходя в бор, строго-настрого наказала. — Коли придет кто к избушке и станет проситься толстым голосом и не переберет всего, что она им причитывает, того ни за что не впускать в двери. Только что ушла коза, волк прибежал к избе, постучался и начал причитывать тоненьким голоском. — Козлятушки, детятушки, отопритесь, отваритесь, а я коза в бору была, ела траву шелковую, пила воду студеную, бежит молоко по вымечку, из вымечка в копытечка, из копытечка в сыру землю. Козлятки отперли дверь, волк вбежал в избу и всех поел. Только один козленочек схоронился, в печь улез. Приходит коза, сколько ни причитывала, никто ей не отзывается. Подошла поближе к дверям и видит, что все отворено. В избу, а там все пусто, заглянула в печь и нашла одного детища. Как узнала коза о своей беде, села на лавку, зачала горько плакать и припевать. — Ох вы, детушки мои, козлятушки! На что отпирались, отворялися, злому волку доставались? Он вас всех поел и меня, козу с совеликим горем, сокручиной сделал. Услышал это волк, входит в избушку и говорит козе. — Ах ты, кума, кума! Что ты на меня грешишь? Неужели я так и сделаю это? Пойдем в лес погуляем. — Нет, кум, не до гуляния. — Пойдем, — уговаривает волк. Пошли они в лес, нашли яму, а в этой яме разбойники кашицу недавно варили. И оставалось в ней еще довольно-таки огня. Коза говорит волку. — Кум, давай попробуем, кто перепрыгнет через эту яму. Стали прыгать. Волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло. И козлятки выбежали оттуда, да прыг к матери. И стали они жить, да поживать, ума наживать, а лихо избывать. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.